Доброго времени, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель Центра Подготовки КГ Репетиторской Империи. И в этом видео мы с вами разберем, наверное, одну из самых сложных тем, которые встречаются в экономике и вызывают страх и ужас. Это измерители экономической деятельности ВВП, ВМП и вот это все. Чем они различаются, что в них включается, что не включается, как их считать, вот об этом во всем поговорим. Итак, зачем вообще нужны все эти показатели, будь то ВВП, будь то ВНП, а по-другому, кстати, их называют «система национальных счетов», то есть тоже такое может встретиться в ЕГЭ, «система национальных счетов». То есть это какие-то показатели, которые используются для описания и анализа процессов, которые происходят в макроэкономике. То есть смотрите, у нас есть много всяких стран, много всяких стран, ну там Китай, Соединенные Штаты Америки, Франция, Япония, Россия и тому подобное. И нужно как-то узнать вообще, развивается ли страна или нет в экономическом плане и как она выглядит среди других стран. То есть мы должны с вами понять, например, вот прошло три года, да, как узнать, выросла ли экономика нашей страны или не выросла, да, и посмотреть нас в рейтинге среди других стран. Поэтому были придуманы некоторые показатели, да, это ВВП и ВНП, это основные показатели, помимо этого еще существует много различных показателей, задачей которых является и определить вообще темпы развития экономики, темп развития экономики, да. Давайте посмотрим, как же они считаются, да, и как вообще с ними разбираться. Так, начнем с ВВП, да, воловой внутренний продукт, воловой внутренний продукт. Итак, здесь есть четыре пункта, которые принципиально важно знать. Первое – это сумма рыночных цен. То есть вот смотрите, что отражает ВВП. Вот как вообще понять, развивается экономика или нет. Мы знаем, что основным процессом, самым главным процессом в экономике у нас является производство чего-либо, да. То есть если какая-то страна производит больше, чем другая, то тогда мы с вами делаем вывод о том, что эта страна развивается лучше, да. Но мы же не можем сложить саму продукцию. То есть, например, мы произвели там 20 стульев, 30 килограмм яблок, 100 подушек, 200 тонн рыбы. Да, мы не можем складывать единицы продукции. Тогда это получится какая-то ерунда. Как мы можем сложить килограмм яблок и подушки? Поэтому у нас есть деньги, которые являются универсальным измерителем, да. И с помощью них мы измеряем всю произведенную продукцию. Например, мы считаем, что там подушек мы произвели с вами на 5 тысяч рублей, да. Ну, условно это все очень условно. Ой, что-то вот с маркером моим. Потом яблок мы произвели с вами на 10 тысяч рублей, да. Там автомобиль мы произвели с вами на 300 тысяч рублей. Вот, это все очень утрированные цифры. Главное, чтобы вы понимали, что это рыночные цены. И вот все цены мы сложили, и мы таким образом получили показатель производства. Причем важно, что мы складываем конечные цены. Конечные, то есть вот что значит конечные, да. Это второй критерий конечного производства. То есть, например, мы с вами производим, там, не знаю, телефон. Телефон, да. И телефон у нас состоит из нескольких деталей, да. И есть разные производственные процессы, да. То есть на первом этапе у нас купили стекло, да, и отдали за стекло. То есть, например, за стекло, там, сам телефон будет стоить у нас в конце, там, 10 тысяч рублей. Какой-нибудь самый дешевенький телефончик, да, такой. Вот. На первом этапе купили стекло за 500 рублей. За 500 рублей. Вот. Потом та фирма, которая купила стекло, продала нам его. Или она произвела стекло, даже не купила, а произвела стекло, потратив 500 рублей. Продала нам, компания, которая производит телефон, его за 1000 рублей, да. Потом, там, не знаю, корпус. Тоже компания затратила на него, там, 2000 рублей. Нам продала за 4000 рублей, да. Ну, вот, условно говоря. И какая-то микросхема. Микросхема, которая там стоила 3000 рублей. Нам продали тоже за 4000 рублей. И у нас получается 144, 9, да, 1000 рублей. И мы еще 1000 накинули, и вот 10 тысяч рублей. Это конечная стоимость, по которой он идет до потребителя. По которой он идет до потребителя. Если мы сложим сначала здесь, то есть фирма потратила здесь 500 рублей, здесь 2000, здесь, потом это все сложим, потом это, у нас получится переоценка. На самом деле все вот эти цифры, они уже в конечном счете заложены. В конечном счете заложены. То есть все вот эти детали, которые покупались на каких-то промежуточных этапах, они уже включены в стоимость конечного товара. Поэтому это сумма рыночных цен, конечного производства товаров и услуг. Это третий ключевой критерий. Внутри страны, внутри страны, вот поэтому он и внутренний. То есть мы смотрим все товары, которые были произведены на территории Российской Федерации. Неважно кем, неважно кем. То есть у нас может быть, например, какой-нибудь завод, там, не знаю, японский завод или американский завод, да, вот у нас здесь есть где-нибудь японский завод, там, по производству, там, не знаю, автомобилей, да, или там, производству, швейцарский завод по производству часов. Но, когда мы считаем внутренний продукт, мы смотрим все то, что произвело внутри страны. Вот этот японский завод по производству автомобилей произвел там на миллион рублей. Поэтому мы это все включаем, потому что мы смотрим, сколько на территории нашей страны было произведено конечных товаров и услуг. То есть, видите, не зависит от гражданства. Главное, это произведено внутри страны. Поэтому мы это относим к ВВП. То есть, четыре признака. Первое – рыночные цены, конечное производство, товары и услуги, только товары и услуги, и внутри страны. ВНП – то же самое. Рыночные цены, конечное производство товаров и услуг, то есть, три из четырех совпадают критериев, но произведены гражданами страны. То есть, если вдруг у нас где-то, например, в Австралии есть наш завод по производству российской какой-нибудь хохломы, условно говоря, вот мы решили здесь открыть завод. Когда мы будем считать ВВП, мы посчитаем все, что производится вот здесь. И этот завод не попадет, хотя он тоже российский, и он тоже показывает развитие нашей экономики. Но когда мы будем считать ВНП, мы будем считать только то, что произведено нашими фирмами. Неважно, где они находятся. То есть, поэтому вот этот завод японский, который у нас здесь производил, мы его в ВНП включать не будем. Вот здесь он у нас не учитывается, потому что мы в национальном продукте считаем все то, что произведено российскими компаниями. Неважно, где они находятся, здесь, здесь, здесь. А все то, что произведено иностранными компаниями, даже если они находятся на нашей территории, мы учитывать не будем. В этом ключевое отличие. А так, по сути, разницы между ВНП и ВВП нет. То есть, ВВП – это стоимость товаров и услуг, независимо от национальной принадлежности. Главное, что они расположены на территории того или иного государства. А ВВП у нас, ВНП подсчитывается, независимо от территориального, получается, положения. Главное, что это национальное предприятие. Поэтому вот так и называется ВНП. Что включается, что не включается в ВВП? Тоже такой вопрос достаточно часто присутствует. Первое. Сюда не включаются промежуточные товары и услуги. То есть, вот тот экран, который здесь стоил 500, потом продали за 1000, мы его считать не будем, несмотря на то, что его вроде как произвели, потому что он уже входит в конечные 10 тысяч. То есть, первое, что не входит, это промежуточные товары и услуги. Второе, что сюда не входит, это ВВП. То, что произведено за пределами страны. То есть, если что-то у нас производится вот здесь, как мы выяснили, мы это включаем в ВНП. Но, опять что-то с маркером. За рубежом. За рубежом. Вот так вот. Третье, что мы не включаем, это финансовые операции. То есть, если мы покупаем, продаем какие-то акции, какие-то облигации. Мы, не знаю, там, вексели, закладные и прочие ценные бумаги. Финансовые операции, ценные бумаги. Так, финансовые операции и ЦБ. Ну, не знаю, что с маркером. Мы не включаем. Почему? Потому что мы говорим, что это всегда товары и услуги. Ну, например, мы сдадим какие-нибудь акции какой-нибудь фирмы, там, Газпром. И продадим их за 100 миллионов рублей. Но это не значит, что у нас экономика развита на 100 миллионов. То есть, они не отражают. Тут нет процесса производства. А нам важно именно количество произведенного товара. Поэтому их мы сюда включать, конечно, не будем. И третье, и четвертое – это трансферты. Четвертое – это трансферты. Да, то есть, трансферты – это какие-либо социальные выплаты, пенсии, пособия и тому подобное. Да, это тоже деньги, но они не отражают процесс производства. Поэтому промежуточные товары, какие-то товары, произведенные за рубежом, финансовые операции и трансферты в состав ВВП не включаются. Не включаются. Кроме того, не включается все то, что произведено в невыказанный период. То есть, ВВП смотрится, как правило, за конкретный год. То есть, мы смотрим, да? Еще раз объясняю, зачем нужен ВВП. Отсматривать динамику. В этом году мы произвели товаров на 5 миллиардов рублей. В следующем году мы произвели на 6 миллиардов рублей. А потом произвели на 10. Таким образом, мы делаем вывод, что за два года у нас экономика выросла в два раза. В два раза. А США в это время произвело на 100 миллиардов рублей. И мы понимаем, что наша экономика практически не выросла. То есть, вот зачем нужны вот эти все показатели. Это измерять экономическую деятельность. Первое, для динамики внутри страны. Второе, для того, чтобы отслеживать рейтинг других стран. Надеюсь, что вы разобрались с этими важными показателями. Если хотите получать такую теорию по каждой теме, то записывайтесь на наш курс годовой, где мы разобираем каждую тему так подробно, чтобы вы сдали Г на максимальный балл и поступили на бюджет. Ну, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!